запросов пока не видим так Наконец-то Ну, великолепно Все, здравствуйте, Александр Адмирал Еще раз здравствуйте Еще раз первой ноты начнем Сегодня у нас 146-е интервью С вами 146-я звезда За два года и ровно Ровно три месяца 25 августа 2022 года Обязательно всем войти в настоящую Историю 21-го века Добраться любыми путями До 22-го века Лабиринт моей судьбы Сегодня у нас на манеже с нами Пока только на инстаграме Александр Адмирал, здравствуйте И ваши приветствия, пожалуйста Добрый день, добрый вечер Дорогие подписчики Инстаграма Я рад приветствовать вас У Джорджа на программе Желаю всем счастья Любви и всего самого хорошего И наша тема сегодняшняя Лабиринт моей судьбы И вот мой первый вопрос Насколько Когда вы вообще последний раз В лабиринте заблудились Вот буквально Если взять последние Недели, дни, часы Может быть Раз и зашли И что делать Лабиринт И что делать В нем Вроде Тупиковых таких ситуаций Не было особо Так что Было все Ровно и Ровно и гладко Лабиринт Не забегал Но При всем при том При всем при том Надо собраться И идти вперед И там всегда Найдется выход Из любого положения Из любого лабиринта Ну вот Говорят В детстве учились Сделать шаг назад Потом сделать Два шага вперед Это К вам относится Или не совсем Или у вас Лучше постоять И потом Медленно И вперед Вперед И вперед И вперед Только вперед Да Только вперед У вас недавно Было день рождения Где случайно Абсолютно Появился Ваш друг То сколько я понимаю Евгений Шахрай Который поприветствовал Пока вы были На манеже Пели какие-то песни Я уже не помню Какие И потом случайно Забежали к нему В гости На интервью Где мы сделали С Евгением Шахраем И случайно Вы также появились У него Бери с нами На инстаграме В эфире Сегодня вы у нас В гостях Это случайность Которая все-таки В жизни Тот случай Который Или вообще Все случаи Которые случайно Случаются И получаются По вашему Как вы думаете Ну случайно Ничего не бывает В этой жизни Все Как говорится Идет Планомерно Практически Все идет сверху Да Ну естественно По велению Сверху А вот почему Сверху Почему Не самого ядра Земли Там все-таки Какая-то энергия Должна быть Все-таки я считаю Что за Божье провидение А окей Вот Так что Все это не случайно Все это Ну и ваше Ваше первое Творческое встрече С Евгением Как она произошла Скажите пожалуйста Произошла она У нашего друга Георгия Зандукели У него Есть хинкальная В которую Мы все приходим Час Ну приходят Творческие люди Чтобы отдохнуть Пообщаться Такое место Творческих людей Вот Ну там нет Карауки не поем Там есть аппаратура Мы иногда Ставим Ну и просто Как репетицию Делаем Ну как Сверху ломаете Квартирники делают люди Да вот Собираемся Все творческие люди И друг к другу Поем песни Ну а вы как говорите Вот я допустим Зашел Говорю Жень Ну пойдем Балабаем Давай Сашу Пусть не попадете Давай Созваниваемся Ну Предварительно И встречаемся Георгия Окей Ваша первая песня Скажите пожалуйста Все таки у вас Абсолютный слух Как вы об этом узнали Александра Как можно узнать У человека Абсолютный слух Как можно Я допустим Росмузгой занимался Не абсолютный Не абсолютный Вроде там Что-то там Бринчу Бринчу Что-то там Скреплю Скреплю Ну это в роднем детстве Я начал петь Все у меня пошло От отца Вот Пели мы с ним Народные песни Отец у меня Очень хорошо играл На гармонии Ну и Как говорится С его То ли Как правильно Выразиться Подача С его подачи Да С его направления Скорее всего Я начал петь Потом Он на баяне Его Нет На гармонии Гармонии А на гармонии Благо у него Тульская гармоника Вот И он Тульская Да А вы По поводу Тульской гармоники Сыграете тоже Играете Нет На гармонии Нет Я на гитаре Только играю Это так Три аккорда Я сыграю Но очень-очень гордо Очень гордо Да Да Но вот Папу взять Скажите пожалуйста Вот как вот Раньше могли люди Учиться У папы тоже Было Абсолютно слух Или как это вообще Я не понимаю Все-таки гармоники Он все Подбирал На слух Буквально все Все песни Подбирал на слух С бабушкой Садился И На гармоник Интересно Интересно И очень интересно У вас есть такое выражение Я в жизни Всем занимался От торговли До строительства Да Так и правильно Самое крупное Что вы там Покупали строительство Продавали Строили Что вы делали Ну Дом строю Сейчас Сейчас строю дом Кстати по дому Скажите пожалуйста Вот есть такая Как говорится Ну не гласная Там пословица Не знаю Что мужчине Надо обязательно Чтобы воспитать сына Построить дом И посадить дерево Дерево я посадил И не одно Деревочку насажено Мною много Лесок да Да Лесочек Такой хороший Самое основное Дерево Это было Мы дочку Отправляли В первый класс Когда Вот там Около школы Сажал я дерево А какое Березу Березка да А почему Именно береза Не знаю Ну потому что Были там Березы И сосны По-моему сажали Привезли Саженцы берез И мы сажали Родители Сажали Детям Ну березка до сих пор Жива Жива Да Я несколько раз ходил Только уж время Сколько прошло У меня ребенок уже Закончил Закончил Университет Сейчас Второй высший Получает Ребенок Вы сказали Видите Ребенок Все таки Дети всегда Дети всегда Остаются детьми В любом варианте Интересно Интересно Так Дом построили Значит Дом еще не построили Все строим Ну стройте На Новоселье Приезжайте К нам Вот Запишите ручкой Обязательно приеду Сына Как говорится Воспитали А вот Теперь в обратную сторону А вот у женщины Есть такое Что ей тоже Надо что-то сделать В жизни Нам почему-то Дали приказ Откуда сверху Снизу Я не знаю Мы это должны сделать А вот женщине Что надо сделать Ну помимо того Что она рожает Женщина Это шея Мужчина это голова А женщина это шея Ну вы видите Взять нас с вами У нас шея крепкие Тяжело крутить Наши шеи Женщину Хорошо Ретро Ретро программа У меня была Перехиты 80-х 90-х Вот Как раз Да-да-да Не до вашей песни Или все Миксовые песни Не Миксовые были А Миксовые Да-да-да В основном Такой вопрос Да Александр Такой вопрос Скажите пожалуйста Вот люди все Рождаются Да То есть Детишки рождаются В оригинале То есть У них светлая Такая голова Как говорится Еще непонятно Наполнена Или пустая Неважно как А вот все Таки В течение жизни Люди Многие Многие Становятся Копией То есть Они кого-то Копируют Вот Взять вас Вы Все-таки Идете по жизни Своей дорогой Тяжело Идете Своей дорогой Что-то Сбоку Кого-то Не копировать В основном Своей дорогой В основном Своей дорогой В основном Все-таки Бывают Бывают Какие-то Аккорды Которые Сбоку Помогают Или наоборот Останавливают Остановиться Подумать Ты присматриваешься К людям И все равно Идешь своей дорогой Все-таки Ну где-то Пытаюсь Брать От людей Что-то Лучшее Если Есть Чему Поучиться Обязательно Учишься Вы на себя Смотрите Со стороны Александра Ну конечно Вы на себя Можете Посмотреть То есть Я не вею В зеркало А именно Со стороны Смотрю Иногда А если А если Вы на себя В зеркало Смотрите Вот Такой вопрос Вот Вы себя Не знаете Вы только Видите Александра Адмирала То есть Павлова Вот Если Вам скажут Вот Ты пойдешь С адмиралом Александром В разведку Что вы скажете Я пошел бы Со мной Пошел бы Все Все Есть такое Дело Есть такое Хорошее Выражение Вот я Сегодня Одно интервью Нашел Вам задали вопрос Какой-то парень задал Я не знаю Как Как быть с ребятами Которые начинают Или которые Раскручиваются Но никак не могут Выйти на широкое Как говорится Поле На широкую сцену Что Как-то предлагали Какой-то Может быть Это есть какой-то Фонд Или еще что-то Это Что-то функционирует В этом плане Можно сделать Или это все еще Осталось Как говорится Тяжело Это очень тяжело Сейчас Это все Но существует Много конкурсов Много фестивалей На которые Им надо ездить И пытаться Пробивать Ну а дальше Вот смотрите Много фестивалей Ну приехали ребята Неважно там 15, 18, 20 Успели Ну посмотрели Похлопали И они исчезли Почему ребята Исчезают И девчата Ну значит Они наверное Останавливаются Не достигают Того что хотели Останавливаются Просто в своем творчестве И все Многие останавливаются Для основной массы Да А у вас было такое Что вы в своем творчестве В самом начале Вы хотели Когда-то остановиться Или Моментов было Много разных Но я Можно сделать паузу Не паузу Можно сделать Если сделаешь паузу Тебя быстро забудут А То есть Всегда надо будет Как говорится На сцене Да Всегда Быть у мяча Забивать голы Не важно Голы забиваются Или нет Чтобы постоянно Быть на виду Да Ну а как это Сегодня получается Вот если взять Последние 3-4 года Сколько надо иметь Выдержки Чтобы это дело Как говорится Пробивать дальше Это сложно Взять Я не беру Именно национальность Русскоязычную А беру наших Местных немцев Вот поисчезали У нас было такое выражение Я одного менеджера Встретил Очень популярный Групп И у нас было Маленькое мероприятие Я спросил Как там ребята Где там Что там Он говорит Джордж Вот не поверишь Если через неделю Не встанут Они уже никогда В жизни не встанут Так и точно Все правильно Вот И насколько Ну скажу Не то что тяжело Насколько Надо вот именно Набрать силы воли Чтобы стоять на ногах И медленно Спокойно Продвигаться вперед Как вы в этом плане Ну вы знаете Я просто вообще Не останавливаюсь В этом плане Я стараюсь И идти Именно Потому что Иначе Иначе Нет Ну в этом же Она мне очень сильно Помогает Она меня Подталкивает Если у меня Где-то Сомнений Огромнейший привет Огромнейший привет Супруги Пожалуйста А смотри Да Все привет Огромнейший Вот Скажите пожалуйста А что вам сегодня Вкусная супруга Приготовила Или наоборот Может быть Солянку Готовил Котлеты А интересно А вы готовите Дома или нет Нет Почему Ну не знаю Не можете Не понимаете Или не доверяете Супруга Очень редко Готовлю Во-первых Ну Очень Редко Ну У меня знак Готовит хорошо Прекрасно Все согласен Такой вопрос Александр Что для вас Означает Слово Жизнь Что это такое Ну Жизнь это Я даже не знаю Как это правильно Выразить Да Это лабиринт Скорее всего Мои Это лабиринт В котором Ты ходишь Ходишь Блуждаешь Бывает Находишь Выход Нужный Бывает Выходишь Совсем Не туда Куда хотел Скажите Пожалуйста Если бы Вы оказались На необитаемом Острове Необитаемом Как бы Вы себя чувствовали Вот именно Отдыхать Наслаждаться Или все-таки Были Скучно Было По нашей Сумарочной Начал Первое Что я Начал бы Я начал Устроить дом А потом Все остальное Интересно А вот скажите Пожалуйста Вы сидите Рядушком Где-то Допустим Муха полетела Вот такой Интересный вопрос Психологический Или комар И вы его Шлепнули Именно Не прогнали А шлепнули Как говорится И рядом Сидит Маленький Ребенок И говорит Дядя Или папа Зачем Ты его делаешь Он же живой А ты его взял И швырнул В сторону Ему уже Наверное Больно Я так не делаю Я так не делаю Хорошо Есть такое Скажите пожалуйста Вообще Когда взять Молодые годы 15-16-17 лет С пацанами С гитарами Пели У девчонок Перед окнами песни Конечно Конечно У нас было По две-три гитары С собой Всегда Ходили Песни пели В поселке А волосы длинные Отпускали Или у вас Не особо длинные Такие Лучше закрывали Да То есть Помоги тогда Да Конечно Понятно Интересно Что для вас Сильная мотивация Означает Для вас мотивация Что это для вас означает Скажите пожалуйста Мотивация Я даже не знаю Как сказать Стимул Стимул Который вас Толкает Стимул К музыке К жизни К любви К семье И так далее И так далее Мотивация Которая вас Толкает Все-таки Когда-то же Как говорится Бензин Кончается В машине Надо его заправлять Не надо ехать До заправки А заправки нет Что в этом плане Ну в этом плане У меня Есть жена Она мотивирует Моими Как говорится Чувствами Желаниями Помогает Мне во всем Еще раз Огромное привет Супруги Пожалуйста Передайте Мой дети Было такое А у вас Внук есть уже Или еще нет У меня трое Вместе у нас Пятеро Внуков Да Великолепно Молодцы Ну только Полный вперед Только удача Когда-то Александр Президентов Всем президентов Собрали В мире И задали Один вопрос Скажите Дорогие президенты Народу Ответьте Один вопрос Долго ли ждать Счастья И тогда Все дружно Пришли к одному Ответу Что если ждать То долго Что вы по этому Поводу скажете Ну Долго ли ждать Счастья Ждать счастья Надо всегда Но не всегда Оно Приходит Тогда Когда ты Ожидаешь Бывает Оно приходит Неожиданно А бывает Не приходит Никогда Окей Взять Взять Ваших предков Я вот не беру Именно родителей А вот дальше Вот вы можете Чувствовать Гены Кровь Ваших Бабушек Дедушек И так далее Можно Все таки По рассказам Родителей Что говорили Что ты на того Похож Или на ту Ты такой Больше Или на такую Это все таки Срабатывает Это помогает Работает Где-то Я похож на своего деда По материной линии Вот Полностью Я имею ввиду Что Очень сильно Внешне Внешне Да Внешне Ну а Все остальное У меня в отцах Окей Есть говорят Темная Полоса Жизни А есть еще Темнее А может быть Светлая Но в лабиринте В принципе Она всегда Темная Как в этом плане Очень много Сейчас бывает В нашей жизни Черных полос Но стараешься Как-то вылезать Из этого Все А вы чувствуете Эту полосу Которую Сюда Я сейчас Да Есть Окей Разница Для вас есть Или Ваше мнение По поводу Пардон Быть умным И разумным Какая разница Или это В принципе Одно и то же Или что-то Умные И разумные Нет Разумные Это понятно Хорошо быть умным Хорошо быть умным Но разумным Как сказать Поступать Поступать Разумно Да Но Не будучи умным Разумным Поступать Не будешь Окей Принимается Что для вас Лучше Александра Быть известным Или знаменитым Ну по крайней мере Известным Хорошо быть знаменитым Хорошо быть знаменитым А знаменитым А известным Но Известным Может быть по-разному Известным по-плохому Можно быть Можно по-хорошему То есть Ну знаменитым Тоже может быть по-разному Ну тоже да Но Ну наверное Будем известным Я почему об этом спросил Был такой профессор Его сын Капица И когда у папы Капица Брали интервью На одном телевидении В это время подошел его сын И та барышня Которая была в интервью Говорит, это ваш сын Он такой известный Он говорит Он говорит Он такой знаменитый Пардон Я знаменитый Известный Вот такой нюанс Скажите пожалуйста Слово благородство Часто говорят Особенно русские фильмы Говорят слово благородство Он из благородных И даже когда представляет Какого-то офицера И в конце говорят Из благородных Что это значит? Ну это во-первых Воспитание у человека Ну какое должно быть воспитание? Какие-то определенные моменты Должны быть Чтобы вот именно человек был Рос благородным Что это такое? Как поведение? Слова? Это и слова и поступки Это все Правильно Мне нравятся очень Последние фильмы Я вот смотрю Мне подскажут ребята Про русских офицеров И там они часто говорят Слово офицера И там где-то вот говорят Да, он из благородных То есть вот сказано Сделано Как сегодня это влияет Как это сегодня срабатывает Вот именно благородство И сказано Сделано Вот я беру любую отрасль Для обязательной Музыки, творчества Вообще Когда вот вы идете Ото дня от дня Дальше и дальше Насколько вы Сталкиваетесь Вот именно с благородством С мужеством Слово сказано Сделано Или сегодня в 21 веке Это все-таки Нет, это есть Это мужчины Это много мужчин Которые держат свое слово И как бы Сказано Сделано Так и есть Если сказал человек То надо обязательно делать У меня такое То, что я Если я пообещал То я уже не могу Как говорится Не сделать Должна быть Очень веская причина Для того, чтобы я Не исполнил свое обещание Окей Подойдем еще раз К мотивации Александр Есть такое маленькое Такое Животное Называется шмель Шмель Знаете, да? Шмель И вот по закону Аэродинамики Он весит всего Восемь сотых Миллиграмма Весит По закону Аэродинамики То есть Когда он машет крылышками То есть Физики Аэродинамики Все говорят Что в принципе Шмель Летать не может А он Летает Почему? Даже не знаю Во-первых Он побольше весит? Восемь грамм Он весит Восемь грамм Он весит Вот именно Жить захочет Ушки Может быть Не знаю Есть такая шутка То есть они изучали С крыльями, правильно? Что? Он же создан С природой С крыльями Крылья У него место Крылья Ему приходится летать Потому что он Создан природой Для того, чтобы летать Это есть такое Я согласен Есть Но там Они такие маленькие Что как бы он С какой скоростью Он Как говорится Не делал все усилия По закону Он не может подниматься И лететь А он все-таки летает И когда вот Ученые смотрели Этот эксперимент Один взял и сказал Ягод знаю Почему он летает Вы спросили Почему? А он не знает Что он летать не может Поэтому Вот именно Это наверное Так и есть Вот теперь касается Все что нашей жизни Если мы что-то берем Как говорится Что-то сделать Насколько это Все-таки Ну Я думаю Должно помогать Если мы что-то хотим А тебе говорят Ты не можешь летать Ты вот не сможешь Оставь это дело Вот взять вас Не важно Вы песню сочиняете Ну не важно Какая тематика Там Акорды какие-то В магазин идете Вам говорят Александр Оставь покой Ну ты не полетишь Оставь Ну это не твое Это Ты не можешь полететь Потому что Ну По закону аэродинамики Понятно Полетишь В этом плане Что у вас срабатывает Шестое чувство какое-то Ну А вы оставляете Это дело Если я чувствую Что я полечу Я полечу Ну а как вы будете чувствовать Значит Надо все-таки Разбегаться И лететь Только внутренне Да Внутри себя чувствуешь А чувство может вас Обманывать То есть Направлять Ну Скорее всего Нет Пока Пока Такого не было Вы про себя Можете сказать Что вы романтик Или про вас Больше говорят Что вы романтик Да не знаю Не знаю даже Может быть Возможно Как часто Вы сами Для себя Ваш день Превращаете В праздник И вообще Что такое Для творческого Человека Праздник Все-таки Праздник у нас 25 часов в сутки Веками уже Второй век уже Праздник А вот что для вас Сегодня праздник Праздник Когда я дома Праздник Когда у меня Есть какой-то выходной Когда Дома все хорошо Детей все хорошо Вот это для меня Праздник Это очень важный Нюанс Основное В празднике Мы Артисты Мы работаем В празднике Для вас праздник Я не беру Красные дни Календаря Я беру И на праздник Для вас На вот ваш праздник Да я Я даже не знаю Как сказать правильно Просто отдых Это уже хорошо Это уже праздник Когда вы Последний раз Дома пели песни Вот супруге Скажите пожалуйста Бывает или нет Бывает Особенно когда Репетирую Когда что? Когда репетирую Дома Дома Да 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 А так она Всегда со мной На концертах Так что она Слышит мои песни Постоянно С рядышком Да? Великолепно Любая музыка Хорошая А бывает Музыка плохая Вопрос Бывает ли музыка Плохая? Да я бы не сказал Что бывает музыка плохая Есть музыка Которую ты слушаешь Которую ты воспринимаешь Которую не воспринимаешь Вот и все Но есть музыка Которую вы не воспринимаете? Я классику тяжело воспринимаю Не все понимаю Дмитрий Ну что вам именно нравится? Какие вот произведения Или композиторы вам нравятся? Что вам нравится? Ну нравится мне Во-первых Моя музыка мне нравится Это раз Не заберу классику Я сейчас Про классику Про классику Что вам именно нравится? Ну что такое считается? Чайковский нравится Много кто Кого я могу слушать Ну В основном Вот такое Вот скажите пожалуйста Вот взять С композиторов Больших Ну не важно каких Я возьму К примеру Нашего композитора Моцарта Папу и сына Вот я возьму Я скажу Такую вещь Если вы Дай Бог Будем живы здоровы Будете у нас в гостях У нас маленький городишко есть Где когда-то Папа Моцарт Леопольд Проезжал в Австрию Он же все-таки Там работал При Королевском дворце А по дороге У нас маленькая Здесь деревушка Где растет Очень многие Интересные деревья Делают скрипки Мировые И он покупал скрипки И их продавал В Австрию На обратном пути Когда уезжал В Голландию Во Францию Продавался Эти скрипки Там дальше И вот Моцарт Когда ему было еще Три годик Первый концерт Он здесь В нашей церковке В церковушке Давал На маленькой скрипочке И папа у него Бизнесменом Очень крутой Помимо того Что он был Капельмейстером В оркестре При дворце Австрийском Королевском И так далее Он занимался Бизнесом Вот скажите Пожалуйста Взять В сегодняшнее время Насколько Важно Помимо творчества Человеку Заниматься Бизнесом Именно музыкальным Я не беру Параллельным Что-то там Какие-то там Покупать Продавать А вот именно Бизнесом Все-таки Музыканты Они не очень хорошие Бизнесмены А что вы В этом про себя Скажете Скажите пожалуйста Ну я не сказал Что я там Какой-то Супер Бизнесмен Но В моей жизни Было все Я и торговал Я и Я не знаю Что Строил Тоже какой-то Своеобразный Ну это не бизнес Даже Это больше всего По По дому Вот В ресторанах Работал Много Навар давали Под Навар Работали Или как Как На Навар То есть На Парнус Да Да И так Работал Самый большой Парнус Какой был у вас За какую песню Владимирский Централ По-моему Все-таки А Ну там да Много раз Бывало По 8 раз Пел За вечер Вы снимались В нескольких Фильмах В сериалах Да Улица разбитых Фонарей Литейны Шаман 2 Поиграя в любовь И так далее И так далее Это ваша Вот все-таки Роль артиста В кино Или все-таки Ваша роль Больше на сцене Где вы себя Больше чувствуете Или как говорится Это друг другу Немножко Помогает Подсказывает Это не мешает Это не мешает Кино это вообще Отдельная вещь Это волшебное Что-то Это как волшебство Я даже не могу Это передать Но Ты попадаешь В другой мир Когда На съемках Ты попадаешь Совершенно в другой мир Ну это ваша тема То есть ваше направление Мне очень нравится Да Мне очень нравится Если взять фильмы Вот какие бы фильмы Вы бы с удовольствием сыграли Я сейчас парочку назову Они абсолютно разная тематика Но все-таки Все-таки Ответьте пожалуйста Какую бы роль Вы все-таки Вы с удовольствием Сыграли Взять допустим Кавказская пленница Я не знаю Это ваша роль Допустим Или это что-то другое Ну наверное Мургунов Кого? Мургунов больше А Окей Ну вот Приспел Такой специфический юмор А если взять Буратино Вот Карабаса Барабаса Сыграли бы Это ваша роль? Да нет Скорее всего Папу Карло Папу Карло бы сыграл Да скорее всего Окей А если взять Когда вы еще пацаном были Вам предложили Буратино бы сыграть Вы бы сыграли? Да Ваша роль да? Да просто да Такие вот фильмы интересные Типа как вот Ну не то что Блотяцкие такие интересные Типа Сонька Облигации Там вот такие вот Это вот Семальский Это ваше или нет? И это мое да А вот взять кино Адмирал То есть я не беру Которое уже есть А вот вам предложили бы Взять кино Адмирал Сыграть Современнейшее кино С удовольствием Сыграл бы Какого-нибудь короля Такого вот Хорошего Интересного Ну не знаю Подошел бы я На роль короля А вот офицера Сыграл бы Ваша роль да? Да Взять Тарзан Это ваша роль? Да не совсем нет 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 да? Ну у нас было в моде Когда мы были еще Пацанами Эдетическими Бегали Индейские фильмы Про индейцев Типа там Чинганчгук Там Я всегда был Чинганчгук Серьезно? Да Серьезно Наряжались тоже В Чинганчгук или нет? Конечно Конечно То есть Во дворе Там Все эти перья Там Все дела Да Интересно Вам нравилось играть Да? А? Именно Индейцам нравилось Да Да А еще я знаком С самым Главным Индейцам Российского кино С Гошей Персхалаури Это самый Георгий Георгий Будем рады Если вы его Посоветов 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 К нам Чтобы пришел К нам В гости На интервью Я не знаю Как он Как он живет В инстаграм Нормальный или нет Просто У меня мотивация в этом плане Александр Очень проста Если 94-летний С нами вышел на инстаграм Научился Это да Это все-таки мотивация Понимаете? Конечно И когда ребята говорят Что я кто-то не могу Стесняюсь Не получаюсь В этом плане Все что новое Как говорится Всегда можно 5 кнопок нажать И всегда будет получаться Конечно Конечно Такой вопрос Скажите пожалуйста Все хотят кем-то быть Александр Но не хотят кем-то стать Многие хотят кем-то быть И не хотят многие стать Почему? Ну тут я не понимаю Как это Хотеть кем-то быть И не хотеть И не становиться А ну тут не становиться А не становиться Все что угодно Я вот хотел стать музыкантом Я музыкант Я хотел быть водителем Я опять же водитель Я не знаю То есть если бы не музыка Вы бы были водителем Почему? Я воен Я и в армии служил Я служил 7 лет 9 лет В военно-медицинской академии Был военным Да А вы польский выучили или нет? Нет И понять Понимать Понимаю Но Говорить Не успели Или не получалось? Не получилось Нет Конечно Мы мало общались с поляками Так что Не получилось Времени не хватило Если бы поймали бы Золотую рыбку Одно желание Какое бы загадали? Не знаю Наверное Мир во всем мире бы сказал Окей Не спета Ваша песня Еще не спета Или Все-таки это объем Еще не спета Нет Нет, да? А не сыгранная роль В фильме? Я думаю Что не сыгранная Тоже есть Есть Насколько вы можете Себя ругать Если вы остаетесь Один на один Ну не важно Что-то Не получилось Я реально Я реально Себя могу Гнобить очень сильно Серьезно? Да Особенно Если что-то Не получилось Или что-то Не получилось Я имею ввиду В слове Гнобить Или по-разному бывает? По-разному Если честно По-разному Ну почему бы нет Это нормальное явление Газеты читаете Сегодня Часто не читаю Нет Телевизор смотрите Или не любите? Очень редко Ну не получается Не всегда получается Посмотреть Хорошо Взять сказки Все-таки мы росли На очень интересных сказках Ну погоди Взять волка и зайца Вы за кого больше? За волка Или за зайца? Ну а когда как? Вообще за волка Потому что ему все время достается Он вроде бы Отрицательный герой Но ему там все время достается Мне всегда жаль Ну вот взять Если бы роль Сыграли бы волка Или нет? Нет Наверное нет Это не моя Хорошо Возьму Маугли Такая была сказка Маугли Кино тоже Вот Шерхана взять тигра Это ваша роль? Нет Шерхан Это не ваша Это подлость Это подлый тигр Который Я его с детства ненавижу Почему? Ну не знаю Потому что он подлинненький такой Все из-под тишка Хорошо Так как его предпочтительный сокал Есть такое Вы идете по лабиринту Да Вы заблудились по лабиринту Темно Вы присматриваетесь И вдруг Вы узнаете Как-то Может быть По книгам По фильмам Перед вами стоит Дьявол Как вы думаете Что вы у него спросите? Я даже не знаю Что я у него спросил Вот вы на один на один То есть один на один Вы его встретите Вот Можно что-то у него спросить? С окрашен Выход наверное Выход Окей Во что вы больше всего верите? Скажите пожалуйста Есть такая вот вера? Все могут Бога Взять творческих людей То есть в принципе Я каждую неделю Говорю со мной Помимо интервью Я очень много разговариваю С ребятами Ну на трех языках Я имею ввиду русский, немецкий, английский Со многими ребятами И у меня всегда очень вопрос Такой Любой национальности Я всегда спрашиваю Вот у вас есть Настоящие друзья? Я не беру именно семью Я не беру семью Детей Супругу я убираю На второй план Вот именно друзья Которые можете Это не обязательно могут быть музыканты Все что угодно И кто угодно Можно сказать что Да Вот у меня есть друзья? Есть Да Есть На двух пальцах уместится Или больше? Больше Больше Я тогда хочу сказать Что было еще больше Больше и больше Дай Бог Ваш первый день В школу Первого сентября Вы помните или нет? Свой даже не помню Свой не помню Жалко тогда Видео не было Да? Да-да-да-да Я правда Как-то Вообще не помню Помню что С цветами ходил каждый год Святые буквы Огромные Ну вы еще застали То время Наверное Когда вас принимали В октябрят Конечно Октябрят Это пианино Я прошел через все остальные Мотивация Вот это вот Значок Ленина Вот это для вас Была мотивация? Конечно Мы учили Мы учили там Эти сам правила Октябрят И так далее И там подобное Все же хотели Это быть Галстук Ой Галстук и пионеры А Галстук и пионеры Потом Значок Да Потом были Были же звездочки По пять человек Звездочки были Вот Мы состояли в этих звездках Ну как организации В классе Да-да-да У нас тоже было Я помню Да-да-да День пионерии Помните какого числа? 15 апреля Майя Майя Точно Ребенок Девнадцатого Майя Ничего страшного Ступруга рядом Поможет А когда вас пионеры Принимали Вы помните Этот день? Не совсем Меня как-то так Приняли Музей Ленина Музей Ленина Это было Я что-то еще до этого До этого На бедокуре Меня не хотели Принимать Не помню Что-то делал А так Музей Ленина Я помню Мы очень долго Стояли Нам много Что-то рассказывали Что-то говорили Вот именно По По Тому Как мы будем Пионерами Потом Выступали мы Со стихами С какими-то И потом Нас вручали Пионер Вручали пионерские Гастушки Повязывали нам Наши Подшефы Как подшефный Класс Вот Вот это было Нервожатый Да Это было В Санкт-Петербурге Музей Ленина Интересно Жалко Тоже видео Не осталось Вот такие моменты Очень Очень Я думаю Они бы Наверное Помогали бы Сегодня Вот эти вот Моменты В жизни Вот что Плохо Даже фотографии Интересно Такой вопрос Скажите пожалуйста Ситуацию Мало уметь Использовать Надо ее Создавать Это про вас? Ситуацию Мало Использовать Надо ее Создавать Ну Не совсем Я бы не сказал Что именно Я создаю Ситуацию Использовать Можно А вот Создавать Не всегда Получается Что вы можете Сказать Александр По поводу Отличительной Черты Русского Человека Все таки Какие-то Национальности Они отличаются Одни Так Другие Так Вот именно Отличительная Специфическая Черта Русского Человека Ну не знаю Ну во-первых Русский человек Отзывчивый Добрый Я думаю Отличительная Черта Сколько людей Столько мнений Конечно Но Больше Что Русский человек Он более Отзывчивый И добрый Да Скорее всего Доброта Цыганский табор У вас Цыганские Песни Есть Сколько угодно Серьезно Да Ну хорошо Я не слышал А вот если взять Вариант Вот смогли бы Вы жить С вашей супругой Я сейчас Ее сюда Прибару В цыганском таборе Или мы и так В цыганском таборе Живем Ну да нет Цыганский табор Там конечно Свои законы Таборов вообще Кстати мало Осталось Есть Таборные цыгане Но они Называют это Табором А живут они Ну такими Поселками Ну как поселочки Несколько домов У них там Старший там Барон И так далее Там Иерархия своя Но вы далеко Не отошли Там Барон Тут Абмирал Я был Там Последний раз Когда в таборе У меня друг Есть цыган Василий Груя Да Он тоже музыкант И вот мы с ним Ездили несколько раз В табор Интересно Там жизнь такая Таборная Не совсем Я бы не сказал Чтобы я смог Быть в таборе То есть это не ваше Да? Нет Талант Он все-таки От рождения Или он все-таки Полируется Вот взять вас Вы взяли гитару Я думаю что Пошло-пошло И полетело Полетело Если Его нет Если В тебе Талант не заложен То Полировать Это Мне кажется Бесполезно Отпадает Да? Изобилие Изобилие Можно добиться Изобилие Да? Или все-таки Пусть чего-то Не хватает Как сказал Аркадий Райкин Человек должен Должен быть Немножко голодным Все-таки Да Взять сегодняшнюю жизнь В принципе Изобилия Достаточно Ничего В принципе Не надо Относительно Как оставаться голодным Что для этого Надо делать Ну может Творчески быть голодным Можно Еще что-то Такое придумать А для вас Что значит Быть творчески Голодным Вот взяли Сделали нового альбом Вроде бы доволен Надо еще Доволен Сейчас в гастроли То есть Опять надо Конечно надо Надо А если Если ты не захочешь Что-то творить Что-то делать Ты не живешь Практически Такой вопрос Творчески Вот у меня Три раза в жизни Было За мою творческую карьеру Когда я Очень сильно Уставал От публики Не от музыки От публики Когда очень много Концертов Все-таки По 200 220 250 концертов В год Это очень много По разным странам И в принципе У меня были моменты Когда Я просто не мог Смотреть на людей Не то что я боялся Я не хотел выходить На сцену У вас такое бывало Или нет? Да пока Такого не было Я боюсь Что такое будет Когда-нибудь Нет Такого не было Самое много В год концертов Сколько вы делали? По разному По разному Ну как у вас Конечно По 200 концертов Не было столько Вот у меня было Несколько лет подряд И это Ну не то что это Это во-первых Очень интересно Конечно Конечно Это здорово Начинаешь мотаться Под белым светом Это очень интересно Незабываемо Но когда это длится Не первый год уже И потом ты думаешь Стоп машина У нас кстати Очень интересный момент был Мы были В одной стране В небольшом городичке Но мы не знали Где мы Ну как говорится Уже все потеряно Понимаете? Да И приезжаем обычно Там с аэропорта В 3-4 утра Ну хочется погулять Спать же не хочется Думаешь пойдем гулять Идем по городу Длинноволосые Там сумасшедшие Там длинные волосы По городу И за нами Цепились по лица То есть они смотрят Нам интересно Посмотрят где мы А мы не знаем На каком языке спросить Ну они естественно Остановились К нам подходят Мы поняли Что они говорят На каком-то испанском На речи своем То есть мы поняли Что мы в Испании А мы по-испански Не понимаем Мы хотим им Объяснить им что-то Они говорят Кто вы такие? А мы не можем Объяснить И нас забрали в полицию А вечером У нас концерт И вот нас За час до концерта Мы кое-как Объяснили Что все-таки Мы музыканты Мы там показываем Трин-трин-трин Тра-ля-ля Концерты И один смотрел газету И нам показал Газету Говорит Вот они Вот Это у нас концерт Сегодня Мы говорим Да Они позвонили В концертное бюро И так мы вышли Когда-то Из испанского наблюдения Такое тоже было Такой вопрос Скажите пожалуйста Взять историю Взять историю Что вот наш Всевышний Когда-то сделал Интересный наш мир Интересный природу Горы Озера Животных И так далее И так далее И все животные К нему подошли И спросили Ну слушай Всевышний Ну все хорошо Ну вот что-то вот Скучновато Что надо придумать Сделать Человека Давай придумай что-нибудь И он сделал Интересного Адама И все вот по парам Гуляют Танцуют Пляшут Они говорят Ну Адам То скучно Ему же сидит Ему же скучно Давай придумай Что-нибудь еще Он говорит Хорошо Я придумаю И придумал Еву По религии По истории Он взял там Не знаю Там шестое Восьмое ребро Там правое Левое Неважно И сделал Прекрасную Еву Вопрос Если бы Это было не ребро Какую бы часть тела Взял бы Всевышний Адам Чтобы сделать Его Не знаю Палец Подсказку же Не можно взять Палец Ну из того состояния Что Ребер много Правильно Я даже не знаю На его палец Принимается Обратная сторона Медали То же самое И вначале Всевышний Сделал Еву Из какой бы части Тела бы Он бы Сделал бы Адама Без понятия Не знаю Скажем Жены Принимается Пожалуйста Не сняйте Ну-ка Говори Какую Живота Говорится Живота Тоже важно Александр Наша земля Это рай Можно сказать И так Как посмотреть Это и рай И ад Одновременно Вы представьте Что Есть на земле Все И хорошее И плохое И ужасное Как вы думаете Вот Когда-то Настанет Момент у всех нас Что мы встретим Всевышнего Один на один И вопрос Такой Скажите пожалуйста Что Он у вас Спросит Александр Я думаю Что он спросит Как я делал Все это время Хотя он должен Знать Что Как живет Каждый Его Сын Или дочь И что вы ему Ответите Ну все было В моей жизни И хорошего И плохого Его решать Как мне Как мне дальше Как говорится Быть Все в его воле В его силе Мне очень было Приятно С вами познакомиться Я желаю Я желаю Вам И вашей музыке И вашей семье Только процветания Чтобы только Вперед И вперед Вы сами по себе Такого Вперед 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 Сказали Вы даже не останавливайтесь Все равно Как ледокол По миллиметру Надо идти вперед Побольше Побольше вам Сажать деревьев Внуков Внучат Побольше вам Больше музыки В 21 веке Чтобы она вошла Во все времена Чтобы Пра-пра-пра-пра-правнуки Говорили Вот наш дед А прадед у нас Играл на гармошке А наш дед Еще был такой Который катался По белому свету И пел шансон На белом свете Который люди радовались Большое спасибо вам Удачи Супруге Ваше огромнейшее привет Всего хорошего Удачи 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 Александр Вам спасибо Очень приятно С вами познакомиться Взаимно Взаимно Всего хорошего Не забудьте пригласить На новоселье Ваше На новоселье Я помню Я помню С рассольника Да вы сказали Рассольник вам Супруга Договорились Удачи Все хорошего Давайте Чао Я не знаю Как это Что это